С точностью 98% и в течение 60 минут поставить диагноз онкологического заболевания теперь станет проще. С технологией биочип это можно сделать в любой поликлинике в самых отдаленных районах нашей области. Доктор пунктирует, например, образование, либо жидкость, вносит материал на биочип, затем отправляет все данные по телемедицинскому каналу, например, в онкодиспансер, либо в крупную больницу. И там доктор уже интерпретирует результат и отсылает заключение обратно в отдаленную ЦРБ, поликлинику. Технология уникальна, ее аналогов нет не только в России, но и в мире. На Конгрессе в Амстердаме эту технологию признали лучшей в своей категории, а массовое производство планируют наладить уже в следующем году. Площадкой станет Центр инновационного развития медицинского приборостроения, который сегодня открылся на базе университета имени Лобачевского. Университету это дает многое. Университету это дает хорошую базу для учебной деятельности. Университету это дает хорошую экспериментальную базу для научной деятельности. Ну и, естественно, это университету дает хорошую возможность заниматься инновациями. То есть внедрять то, что получено в лаборатории, в жизнь. Строительство центра началось в 2012 году по программе развития фармацевтической и медицинской промышленности. Он будет включать четыре компонента. Это непосредственно научно-исследовательский центр, второе – это образовательная база. Здесь будут заниматься студенты в течение семестров. Также откроют диагностическую клинику, куда сможет прийти любой нижегородец. Ну и замыкающий – отдел инженерии, который будет непосредственно внедрять разработки в реальную жизнь. По всей России всего шесть таких проектов. Могу вам точно сказать, что не каждый большой университет, далеко не в каждом городе, и даже не в Москве, и в Питере, может похвастаться такими успехами. Это реальная программа, это реальные исследования, реальные достижения. И то, что сегодня уже на открытии пытаемся связать разработку с инвестицией и с продажей дальнейшей, это уже говорит о практикоориентированном формате развития вот этой политики. В основном молодежь, заряженная, всеми этими разработками занимаются. Есть малоинновационные предприятия, которые базируются в центре. То есть это такая инициатива, которой мы помогаем просто пустить ростки и расцвести. Я в очередной раз укрепился в том, что, безусловно, Нижегородская область имеет все основания специализироваться на высоких технологиях, инновациях и стать по-настоящему ведущим научно-производственным, промышленным, инновационным центром в стране. Следующим этапом станет внедрение разработок Нижегородского университета в практику районных больниц. А главная цель инновационной клиники – это снижение смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.